Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Нужны устранить нарушения, из-за которых в воздух выбрасывались загрязняющие вещества. Проверки, напомню, начались после того, как жители стали жаловаться на дым и неприятный запах в микрорайоне. Не раз устраивали они пикеты по этому поводу. Программа Экономика. Вятская торгово-промышленная палата подписала соглашение со Сбербанком. Подписи под документом поставили президенты ВТП Андрея Усенко и управляющий региональным отделением банка Артем Пищик. Стороны договорились совместно проводить работу по поддержке малого и среднего бизнеса в Кировской области, обсуждать проблемы бизнеса по работе с банком. Также палата и банк собираются организовывать мероприятия для повышения финансовой грамотности и правовой культуры предпринимателей. Они уже взаимодействуют по различным вопросам, так в этом году, в частности, проводили онлайн-конференцию по вопросам выдачи льготных кредитов в период пандемии. Экономика на 101%. Микрофинансовые организации еще год могут не требовать у заемщиков справку о доходе до 1 октября 2021 года при выдаче займов на сумму до 50 тысяч рублей или на покупку автомобиля под его залог. Микрофинансовые организации могут не запрашивать у гражданина документы, подтверждающие его доходы. Такое решение принял Банк России, рассказывает управляющий отделением по Кировской области Волговятского главного управления ЦБ Сергей Крюков. Микрофинансовым и микрокредитным компаниям будет достаточная информация о доходе, которую гражданин сам укажет в заявлении. Дополнительно, для оценки платежеспособности и финансовой дисциплины человека кредиторы могут использовать свои скоринговые модели, то есть систему оценки заемщика, позволяющую спрогнозировать, насколько аккуратно тот будет выплачивать кредит. Это облегчит гражданам получение необходимых денежных средств во время ограничений из-за коронавируса и даст возможность не повышать нагрузку на рынок. Уровень дохода заемщика влияет на его показатель долговой нагрузки. С 2019 года все банки и микрофинансовые организации должны рассчитывать этот показатель при выдаче кредитов и займов на сумму от 10 тысяч. Показатель – это отношение суммы ежемесячных расходов человека по всем кредитам и займам к его доходу. Показатель долговой нагрузки больше 50% понижает шансы на одобрение кредитной заявки. Экономика. Завершение валюты. Доллар сегодня 75 рублей 35 копеек. Курс евро 92 рубля 7 копеек. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова